всем привет продолжаем знакомиться с питоном с языком программирования питон это поверхностное знакомство надеюсь вам это все зайдет вам понравится и и дальше будет более глубокое но уже не изучение но будут какие-то уроки а это просто поверхностное знакомство и в этом знакомстве нам помогает игра майнкрафт и так сегодня 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 в прошлый раз мы узнали как создавать функции познакомились с конструкцией if и с операторами сравнения вот они вот но сегодня познакомимся с if l if else вот ну наверное да и больше ничего короче сегодняшняя задача у нас следующее сделать сделать так чтобы при запуске игры вычислялась как текущая координата игрока и дальше устанавливались какие-то рамки за перейдя за которые игрок телепортировался бы обратно в стартовую точку вот то есть то есть запускается игра устанавливается какая-то вычисляется стартовая точка и дальше какая-то дистанция перейдя которую мы в чате к примеру можно могли бы видеть что ворнинг ворнинг будь осторожен перейдя еще отойдя еще на какую-то дистанцию в чате будем уже писать вернись обратно и как только игрок перейдет третью черту ну последнюю до то он будет телепортирована в стартовую точку вот задача на сегодня и так давайте приступим к выполнению ну смотрите первым делом надо реализовать какую-то функцию которая будет вычислять расстояние между двумя точками точки у нас тут хранятся в виде то есть есть точка и по или блок и у него есть координаты x y z но надеюсь геометрию вы хорошо знаете и вы знаете как определить расстояние между двумя точками в двумерном или трехмерном пространстве но в двумерном пространстве мы берем что берем координату x первой точки минус x второй точки дальше берем y первой точки минус y второй точки и дальше x квадрат полученный плюс и y квадрат полученный и из этого всего извлекаем квадратный корень вот и будет расстояние между двумя точками соответственно соответственно аналогично рассчитывается для трехмерных точек вот ну расстояние поэтому нужно написать функцию distance так здесь distance between point или points или ту вот так ту points вот и сюда будем передавать point 1 и point 2 есть функцию объявили теперь нужно описать тело и так x difference ну разница между иксами будет вот так вот выглядеть p1 . x минус p2 . x аналогичным образом делаем для двух оставшихся координат это будет у нас y и будет z ой 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 вот тут дальше теперь нам надо на как-то вычислить квадратный корень ну сначала возвести в квадрат вот эти вот значения а потом вычислить квадратный корень для этого мы импортируем стандартный модуль масс но там есть математические функции и теперь теперь это у нас есть знаешь нам нужно вернуть результат вычислений и так что нам надо нам надо квадратный корень от чего квадратный корень от квадратов 3 3 3 3 3 3 полученных результатов так 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 первый результат это у нас будет и x different умножить на x different то есть квадратный корень дальше то же самое по остальным y d умножить на y d и z d умножить на z d есть функция которая будет считать расстояние между двумя точками готова теперь мы можем проверить ее работоспособность ну 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 я думаю потом проверим дальше что нам надо нам надо получить стартовые координаты ну стартовые координаты мы здесь получим так и назовем старт point вот стартовая точка равно mc player get tile pos вот мы возвращаем то есть мы получаем мы когда запускаем наш скрипт мы вычисляем стартовые координаты и все стартовые координаты есть теперь теперь смотрите теперь вот у нас есть главный цикл но печатать что-то в терминал в терминал да и в чат нам пока не нужно так проверку делать будем раз в секунду или давайте попробуем 0 5 вот так раз полсекунды теперь смотрите теперь нам надо вычислить расстояние между какими точками а вот между такими кур 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 рент пос равно кур рент пос это мы будем вычислять текущую позицию игрока вот вот такая теперь дистанц давайте фун дистанц зайдем переменную дистанц которая будет хранить разницу между двумя точками между какими между стартовой точкой и между текущей вот ну и давайте пока для теста выведем все это в терминал вот сюда не в чат а вот сюда все это выводить так по идее если я не ошибся нигде то все должно работать запускаем о все работает смотрите так я в игре в игре ночью вон луна смотрим 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 куда вы смотрите смотрите за мышкой в левый нижний угол угол здесь все по нулям и давайте пройдемся и чё тут о во понеслась в надеже 15 расстояния 20 очках как так а где я был что-то я не понял какие-то какие-то не те координаты выводятся так посмотрим нигде ли я тут не ошибся по 1 yp2 y так точно я ошибся и это все умножил почему же никто из вас не подсказал что формуле ошибка так все перезапускаем 0 0 0 так 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 идем 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 о один три четыре пять перейдем сюда 7 8 идем 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 вот расстояние 17 так идем обратно кстати вот так вот можно было бы искать предметы и писали бы холодно горячо горячо холодно или азимута ориентироваться по азимуту какую-нибудь интересную игру но я думаю вы сами эту интересную игру придумаете короче есть смотрите дистанции есть теперь давайте установим какие-то ограничения давайте заведем глобальные переменные давайте первую green green зон green зона это будет давайте установим не давайте же нет давайте 70 это означает что в радиусе 70 можно свободно находиться давайте как там дело пишется йоги я не знаю как ел у игрек и вот так вот по водам ела в зона ела в зонам это если мы зайдем дальше чем всем но условно говоря метров и до 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 давайте до 14 вот вот здесь у нас по идее должен быть ворни какой-то ну типа будет говориться ворнинг 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 красная зона это 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 та зона зайдя в которую ну которая начнется после радиуса чину 14 и до давайте дом до 16 вот так то здесь будет писаться наверное давайте типа вернись обратно вот вот так ну и давайте сейчас проверим по этому всему так дистанция есть и теперь давайте смотрите первым делом нам надо проверить красную зону ну по по самому этому если дистанц больше равно red зон то 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 нам нужно телепортировать игрока и смотрите как телепортировать игрока в этом аппе у плеера есть такая функция set tile post то есть переносит указанного игрока в какие-то координаты да а в какие координаты конечно же в стартовую точку есть так если дистанция больше равно красной зоны переносим элфе элф и иначе то есть есть вы уже знаете элф то есть если выполнится это условие то выполнять эту инструкцию иначе ту инструкцию которая будет написана здесь но здесь же можно элф то есть проверить другое условие и если если дистанция больше равна делов до зоны то то чем его делать подожди к че-то я запутался если red зон если мы перешли за красную то нам теле а если ела в зон а да вот если больше равно ела в зон то будем печатать в чат муфту бэк по ту бэк вот так вот вернись обратно правильно ну ка да 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 муфту бэк вот аналогично l и в distance больше равно грин зона то будем печатать в чат будем печатать в чат типа вор нинга у ее чудо ворону нинк так не warning не так пишется вот так да без никаких буковок да двойных вот соответственно если за красную зону зашел телепортировали если зашел за желтую пишем в тубе если зашел за зеленую вор нинк по моему две буквы где-то не это я путаю вроде так все пишется и так и так и так ну и в любом случае мы всегда будем выводить дистанцию ну и все и так давайте посмотрим что получится так мне надо запустить скрипт шип стоп а раба стоп и реран так ну погнали то есть игрок у нас к примеру правильнее о ворнинг смотрите ворнинг пишет ворнинг и кстати можно было бы например чат чат так не засорять и если ворнинг ну к примеру обновлять обновлять раз там три секунды что ли короче подумайте сами если вам это интересно смотрите ворнинг ворнинг идет 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 и вот сейчас я где-то пересеку муфту back мне предупреждается муфту back мол вернись обратно куда вернись я не знаю и и и и и и и я сейчас где-то пересек опачки видите я пересек так давайте чтобы я знал чтобы зачем мне так попробуем убежать другую сторону бежим 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 надеюсь я его я опять телепортнули а ну-ка бегу 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 не могу не могу короче я или не я или какой-то игрок может быть наказан вот таким вот образом да вот ну или можно по придумывать какие-то игры потому что api по моему это позволяет получать список игроков и над каждым игроком выполнять какие-то вот такие действия соответственно можно напилить вот уже с текущими знаниями какой-нибудь какую-нибудь простенькую игру игру которая каждого игрока ограничит ну как каким-то радиусом и будет задача кто первый например что-то там построит да вот то есть самое главное что нельзя будет выходить далеко и пользоваться теми ресурсами которые есть 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 вот здесь конечно же можно же еще для каждого игрока который появляется сразу же очистить эту всю территорию и оставить все так как есть и посмотреть как каждый игрок за какое-то время не выходя за границы что-то там да и построить вот ну как вариант и так чем мы сегодня познакомились познакомились инструкциям if l if можно конечно же еще и елзи в сандали но она здесь не нужно l if как раз нужно нам для вот таких вот для сравнения чего-то если оно не подошло сравнение другого если же опять это условие не выполняется сравниваем еще вот ну и по умолчанию else ничего не делать мы и ничего и не делаем вот сегодня познакомились с телепортированием игрока из конструкции мы if l if на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока